Норвежское утро Какой забор из хвойных деревьев! Мы еще не видели такое, да, Володя? Прекрасно выслежем и не преодолим Классно Мы хотели пройтись к ближайшей деревушке Не обижайте, это столица Соло Пойдем в центр и посмотрим, что там есть Что вообще в ближайших окрестностях Мы идем мимо аэропорта А мы каждый день видим, как взлетают самолеты Рядом, рядом, потому что мы прямо живем возле аэропорта И, конечно, увидеть такое количество самолетов После достаточно протяженного там времени Когда мы не летаем сами И у нас не летают в Украине самолеты Достаточно так, знаете, удивительно Вот, ребят Как привыкаешь к чему-то, да Так, потом уже не это, не видя какое-то время Ты так же удивляешься этому, да Идем спокойно Сегодня градусов 15 Средина апреля, да Хорошо Абсолютно нет ветра Только чайки Встретили мы Это уже как местная достопримечательность Это инсталляция, которую мы создали Для того, чтобы она находилась И символизировала регион Настоящий клуб Настоящий клуб Который явно воспользовался С вот такими ручками, с которых Видно, сбила уже деревянная составляющая Ну, вообще, не были две ручки Ну, а так вообще, конкурция очень интересная Даже так, регулируется по высоте По наклону Клемеха А для чего вот этот был Вот такой Это просто чан Это просто чан В нем готовили что-то Вон еще один такой А, да-да-да Да, в них готовили Ну, это еще раз говорит О том, какой это Сельскохозяйственный регион Все-таки Норвегия Достаточно много Вот Особенно здесь В этом месте Норвегия разная Особенно здесь Здесь много вот Всяких там открытых Вот этих вот Площадок А вот табличка Флайн-музей Это музей Воздушного флота А, да, мы пойдем туда еще Да, мы обязательно его покажем Обязательно, да Я имею ввиду Вот этих площадок Именно для пастбищ, да Для того, чтобы выпасалось Да, здесь есть Где как бы это Да Мы проезжали регионы Где были только скалы Спаханых земель Вот именно этот регион Этим отличается Мы находимся на юге Норвегии На юге Вблизи города Ставангер Вот так Развязки автомобильные Такие большие Удобные Проходим мимо небольшого дома Такого И такой очень важный для Норвегии момент У каждого в обязательном порядке Должен быть собственный почтовый ящик Потому что очень много коммуникации С Полиция С налоговой Вообще Как бы с любыми Как бы вещами Происходит Через обязательно Почтовый ящик Везде, где нам Выдают какие-то документы Или там присылают Электронные письма Пишут Вам будет отправлено На ваш почтовый ящик Нам уже пришло уведомление Что у вас должен быть почтовый ящик Для того, чтобы мы могли Отослать Ваше удостоверение личности Как вид на жительство в Норвегии Я бы прошла мимо А тут Володя как бы дал пояснение Поэтому включаюсь Да Идем мимо двух таких небольших зданий Возле аэропорта Ставангера Первое здание Это парашютный клуб В желтом В желтой эмбре А следующее здание Это аэропорт Здесь они научат Прыгать с парашютом А там летать на маленьких самолетах И пару маленьких самолетов Мы видели сегодня уже Вообще норвежцы Очень спортивные люди Очень Мы очень много видим Занимающихся людей Даже вчера Мы живем возле Такого залива Небольшого Впереди Да И там занимаются Я так понимаю На Сёрфингах На доске На каких-то Доска с парусом Да Доска с парусом Это для нас новое что-то Доска с парусом И подводным крылом Мы такое крыло увидели Да Мы проходим сейчас место Где прямо над нами Будут взлетать Или садиться самолеты Это начало взлетно-посадочной полосы Или конец ее Она заканчивается прямо во фьорде Идет трасса А вот это Сама взлетно-посадочная полоса Мы обязательно придем сюда Для того чтобы заснять Как взлетает Или садится самолет Он в принципе Достаточно Низко будет заслететь Так что будет интересно Прошли мы 50 минут Спокойным шагом И пришли к поселочку Соло Он же Соло Ну он же Соло Кто как говорит Но мы как-то если точно не знаем Как говорить Сейчас по нему погуляем Покажем Покажем Делите на 10 И получите цену В евро В евро Вот машина Я понимаю 2003 года С пробегом 122 тысячи Кондо джаз 1.3 1700 евро Ну вот такие цены в Норвегии Какой-то детский праздник И детки ходят в белых футболках Поверх одежды Сегодня суббота И в этом городишке Какое-то я понимаю Легкое мероприятие Под названием Марафон Бегают детвора В белых футболках С надписью Марафон Вот их здесь достаточно много Девочки Мальчики Ходят что-то раздают Играет музыка Что это нам пока не понятно Но увидим Если будет понятно Расскажем В торговом центре Цветочки продают Такие красивые По нормальной цене 4 евро 120 ливенду Тут тюльпаны А тут соответственно тюльпанов Ну 10 точно есть У них почему-то четное количество Поэтому Покупаем Обязательно Розы есть Вот еще вот такие цветы Красивые Горшок видимо пластиковый А обтянут Такой цветной бумагой Просто замечательная Красота Которая Которая Прямо По доступным ценам Я бы так Сказала Можно спокойно Покупать Очень Все Тут тоже 6 евро Цена Вот 4,90 на вот эти цветочки Ну конечно Вот Карпендия Она Покупала Но все равно Очень красиво Это супермаркет Вот такие новострои В Норвегии С детскими площадками С открытыми Балконами А вернее Балконы застеклены Но остекление Безрамное И Люди отдыхают Сидят Смотрят Наблюдают За жизнью Садимся на эти скамейки Они нас радуют Такая вот Красивая Клумбочка Как вазон Да Ой Присаживайтесь Ну так вот Можно посидеть Очень много Открытых Таких Со стеклением Квартир А вход в квартиру А это вход квартиры Да С одной стороны дома А там На улицу Они выходят Полностью Остекленными Удобно Удобно Техон Открытых детям Раздавали Бесплатное мороженое Поэтому Возле супермаркета Возле супермаркета Стоит огромная 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 Очередь Мы сначала Не поняли А потом Увидели Количество Детей И Возле супермаркета Бесплатно Раздают мороженое В Норвегии Мы живем сейчас Возле музея авиации Тут Достаточно старые Представлены Экспонаты Ну Вот они Есть Ну и сразу Так Морской залив Чают много Кричат Живут своей жизнью Достаточно старые Как ты думаешь Сколько Да Этот старый самолет Ну Интересно А вовнутрь туда Могут пустить Училище Да Училище Вышли Ближе к вечеру Прогуляться Хорошая Училище Солнечная Погода Ох Взлетает Очередной САС Из аэропорта Да Так вот Вышли прогуляться Очень хорошая Солнечная Погода Тепло Ветра нет Сегодня у нас 15 апреля Канун Пасхи А А Почему Останется Снимать Вот Немножко Сбоку Нашего Называется Это здесь Мутак 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 Где мы проживаем Вот три таких Крыла В корпусе Примерно Я так подозреваю 70 номеров Примерно Потому что часть Занимают там кухни Подсобные помещения 70 номеров Двухэтажные Крылья Достаточно комфортно С 카�ен Крылья У Наскрываем Продолжение следует...